Приветствую вас! Вопрос ваш, конечно, довольно-таки грустный, как вот мне кажется, потому что когда женщина задаёт вот такой вопрос, ну, это всегда вначале некий кризис в отношениях. И, в общем-то, я понимаю, что и ваше, ну, и ваше представление вне сна, и, собственно говоря, мне понятно поведение вашего мужа, который, ну, тоже стреклирует не какую-то вот свою, наверное, цель и так далее. Вот. И я понимаю вас и вас, что вам всё это очень не нравится, вы испытываете от всего этого, в общем, довольно-таки такое странное чувство, да, что вот вроде как ваш муж вроде как должен содержать, помогать, а он этого, собственно говоря, не делает. И в результате ситуация такова, что вы чувствуете себя обязанной, зашатой и, самое главное, не чувствуете себя женщиной. Вот. И во всей этой ситуации, конечно, вам трудно. Подробно. Я это достаточно хорошо понимаю и постарайтесь, пожалуйста, меня понять правильно, потому что я хочу, чтобы вы именно услышали меня. Нет здесь таких понятий, как вот вы говорите, да, что должна ли я. Вот таких понятий нет. То есть говорить о том, что вы кому-то что-то именно должны, я бы не стал. Почему? Почему? Поясню. Дело в том, что в отношениях между мужчиной и женщиной не используются такие формулировки, как «я должна» или «я должен» и так далее. В отношениях между мужчиной и женщиной используются формулировки «я хочу» и «ты хочешь». «Я поступаю так, как я хочу», а «ты поступаешь так, как ты хочешь». Так вот, исходя из этого, можно сделать вывод, я надеюсь, вы этот вывод понимаете, что ваш муж поступает так, как вот, ну, как ему диктуют его установки. Да? То есть это и нежелание давать деньги, значит, нерусским, это и отсутствие подарков вам и так далее. Вот это все такие вещи, которые объективно, объективно представляют для себя то, что можно назвать личностью человека. И личность вашего мужа вам, ну, к сожалению, не исправит. Вот он такой, какой он есть. И вы с этим мужчиной, что интересно, вы с ним начинали жить. Вы с ним согласились жить. Вы, если я правильно понял вас, вышли за него замуж. И отсюда возникает трагичный, на мой взгляд, вопрос. Он всегда был таким? Или он изменился после каких-то определенных обстоятельств вашей жизни? Изменился после определенных ситуаций в вашей жизни и так далее? Если он изменился, ну, то можно и нужно говорить о природе этих самых изменений. А именно, какие они, эти изменения? Что из себя представляют? Чем они продиктованы? Как вы к ним относитесь, ну, каково ваше отношение к этим изменениям и так далее? Понимаете? Вот это очень важный момент. Вот вы говорите, что подарок мне дарит вам все время два раза подарил духи. То есть, что это означает? За те два раза, что вы были с ним, что вы с ним в браке. Да? За те два раза мужчина вам подарил только два, два вот, два раза подарил вам духи. Вот. И все. Мало это. Мало это. Много это. Решать вам. Но я хочу, чтобы вы постарались для себя определить, это входит в ваше представление о нормальных отношениях между мужчиной и женщиной. Если да, то принимайте это. Если да, то давайте деньги на воду, на еду и так далее. Если да, если вас это устраивает, если вы согласны своим людям в том, что женщина должна платить за это. Что вы должны платить за это. Если вы продолжаете своего мужа, например, любить. Если вы продолжаете, например, испытывать с нему симпатию, если вы хотите быть с ним, то, конечно, давайте ему деньги и делайте то, что он хочет. Это было бы правильно. Но. Если вы считаете, что мужчина не прав, если вы считаете, что женщина не должна платить за подобные вещи. Если вы считаете, что то, как ведет себя ваш мужчина, это неверное поведение, и что должна быть другая модель отношений у вас. Вот как вы сами этого считаете, это считаете, то вот тогда, если вы так считаете, конечно же, нужно делать определенные выводы. Вы понимаете, мужчину, вот мужчину, вы не переделаете в любом случае. Это невозможно. Невозможно переделать человеку. Но вы можете довольно обоснованно, довольно правильно заявить ему о том, что вот вас какие-то вещи не устраивают, и вы, например, не собираетесь терпеть какие-то моменты. Это целиком и полностью ваше право. Это то, что вы можете и то, что вы должны делать. Поэтому, говорите о том, должны ли вы давать своему мужу деньги на, скажем, оплату воды и еды, давать ему деньги или нет, решать вам. Но исходить нужно из того, что вы считаете сами для себя правильным. Что вы считаете сами для себя верным, что вы считаете нормальным, исходя из того, что вы хотите, вот конкретно вы хотите получать в отношениях с мужчиной. Вот именно эти аспекты и нужно вам для себя продумать. Если вы хотите, чтобы мужчина поменялся, например, давайте представим такую ситуацию. Если вы хотите, чтобы он поменялся, тогда нужно выводить его из зоны комфорта. Но, к сожалению, не факт, что он из зоны комфорта захочет выходить. Но, тем не менее, это нужно сделать, если вы хотите, чтобы он поменялся по отношению к вам. По-другому, по-другому ситуацию не исправить, к сожалению. То есть, если вы хотите, чтобы человек стал по-другому относиться к вам, нужно выходить и выводить его из зоны комфорта. Как? Это только через лишение его того, что он получает от вас. Опять же, здесь вопрос. Знаете ли вы, что он получает от вас? Готовы ли вы этого лишать, например? Готовы ли вы выводить его из зоны комфорта? Это тоже все очень важные вещи, о которых с вами люди разговаривают. Но нет, нет в личных отношениях такого понятия, как «я должна» или «я должен». В личных отношениях есть «я хочу». А вот это куда более, куда более правильная постановка вопроса. Брак – это не обязанность и не долг. Брак – это добровольно депрессионный союз между людьми. И если вы видите и чувствуете, что это не так, если вы видите и чувствуете, что от вас требуют, именно требуют, долг какого-то долга, это отношения по расчету. И вопрос есть в том, устраивают ли они вас, устраивают ли вас отношения по расчету. Вот, я думаю, именно так можно ответить вам на ваши вопросы. На этом все. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!